Братья-месяцы По народному месяцу слову Никодим, Спиридон, праздник охотников, Юровая. В этот день христиане почитают преподобных Спиридона и Никодима, иноков Киево-Печерского монастыря, XII век. Юровым этот день назывался на севере, так как рыбаки, жившие по Иртышу, отмечали на Никодима свой праздник, а потом отправлялись ловить красную рыбу. Само же слово Юр означает возвышенное место, где, собственно, и собирались промысловики перед предстоящим плаванием. «Воды – не Нива, не орешь их, то есть не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь», – говорили рыбаки в старину. Народ в этот день славил святого Никодима, который почитался как защитник от огня и пожаров. Согласно церковному преданию, этот святой затушил своей мантией пожар, вспыхнувший в пекарне монастыря. Он оберегал семьи от несчастий и разных бед. В этот день заботливые хозяева переводили кур в зимние закуты. В разных областях России 13 ноября отмечалось по-своему. Где-то рыболовы устраивали свой праздник, где-то провожали осень и встречали зиму, а где-то охотников чтили. На их праздник – первая Пороша. В реальности же, конечно, не снежная Пороша поджидала наступление праздника, а именно то, что выпал первый снег, который не тает, лежит на земле, что случается обычно где-то в середине ноября. Это и послужило основанием открытия охотничьего сезона – выезда на первую Порошу. По традиции надо было обязательно поймать хоть одного зайца, которого называли именинным. Если в этот день охотника ждет неудача, то она будет преследовать его весь год. Про зайцев народ гораст на пословице. На ловца и зверь бежит. Коня положили, да зайца уходили. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. Была и примета на его счет. Заяц поперек дороги перебежал – к неудаче. Да и про воду и рыбаков тоже есть что сказать. Не накормит земля – накормит вода. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. Или вот еще – рыбак рыбака видит издалека. В этот день примечали. Воробьи дружно расчирикались – коттепели. А если их совсем не слышно – к холоду и в юге. После очень хорошей осени зимой жди сильных ветров. В осеннее ненастье семь погод во дворе. Сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет, а снизу метет. А по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают день богини Макоши. Богородица Макош – небесная Богородица, справедливая богиня счастливого жребия и судьбы. Вместе со своими дочерьми, долей и недолей, определяет судьбы небесных богов, а также судьбы всех людей из великой расы и всех потомков рода небесного, живущих на нашей Мидгар-земле и на всех других прекрасных землях сварги причистой, плетя для каждого из них нити судьбы. Поэтому многие люди обращались к богине Макоши, чтобы она доверила сплетать нить судьбы в клубок своей младшей дочери, богине Доле. Богиня Макош во все времена была очень внимательной и заботливой покровительницей ткачества и всевозможного рукоделия, а также следила за тем, чтобы на полях, где орочи, то есть крестьяне, вкладывают душу в свой нелегкий труд, вырастал хороший урожай. Для трудолюбивых людей богиня Макош подательница всяких благ, поэтому на образах и кумирах этой великой богини ее очень часто изображали срогом изобилия или его символическим изображением в виде небесного ковша из семи звезд, созвездия Большой Медведицы, называемая раньше Макош, то есть Мать Ковша. Богиня Макош управляет чертогом небесного лебедя в осворожьем круге, поэтому очень часто ее изображают в виде белой лебедушки, плывущей по бескрайнему море-океану, то есть в небесах. В честь мудрой небесной Богородицы славяне и Арии ставили великие кумирни и капища, ибо богиня Макош олицетворяла не только судьбу, удачу, достаток в славянских родах, соблюдающих законы и заповеди древних светлых богов. К ней также обращались люди с просьбой приумножить их древний род, то есть просили побольше детей, внуков и правнуков. Слава богине Макоши! Слава богам и предкам нашим! Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова